Добрый вечер, в эфире программа Попутчик. Сегодня с вами в студии я, Андрей Бойко, и сегодня мы будем говорить о страховых компаниях, вернее, о той ситуации, которая сложилась на рынке. Потому что очень не хочется говорить опять это слово «кризис», но, видимо, придется из-за кризиса. Многие страховые компании так или иначе разоряются, у них отзывают лицензии. И, естественно, крайними оказываются автолюбители. Уже есть как бы случаи, людей, которые попадали в аварии, не получали выплаты. Поэтому сегодня мы будем говорить вот об этой ситуации, о всех проблемах, которые могут поджидать автолюбителей, связанные с выплатами в это вот такое сложное время. Сегодня у нас в гостях Сергей Дорофеев, генеральный директор Национальной ассоциации экспертных компаний на автотранспорте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я напомню нашим телезрителям, что мы находимся в прямом эфире, вы можете звонить к нам в студию. Традиционно за лучший вопрос мы дарим вот такие часы от телеканала «Автоплюс». Но, тем не менее, у вас сегодня есть реальная возможность узнать, что же делать вам, если какие-то проблемы со страховой у вас есть. И, в первую очередь, наверное, проблемы, связанные как раз с невыплатами, проблемы, связанные с кризисом, просто банальные отказы. Если у вас нет возможности позвонить, можете написать смс. Номер вы тоже видите на своем экране. Так что вперед. Сегодня вы все вопросы для себя сможете решить. Постарайтесь дозвониться к нам в студию. Давайте начнем. И начнем, наверное, с как раз новости такой-то печальной. Действительно, компания становится банкротами. Большое количество, довольно-таки большое количество, потому что даже в Москве у меня тут есть небольшой список. Уже, по-моему, отозвано 10 лицензий. Это все-таки большое количество людей, которые, по сути, имеют страховой полис, но поддержки уже не имеют. Ну, по поводу 10 компаний, так скажем, я не очень уверен, что это 10 компаний. Во всяком случае, на сайте РСА, если мы говорим о страховании ОСАГО, в списке 30 компаний. Ну, даже больше. Ну, тут весь вопрос, за какой период. Вот всего 30 компаний. У 30 компаний отозваны лицензии. У 29 одна компания ушла добровольно с этого поля. Поэтому, если говорим о ОСАГО, то это вот такая цифра. Если говорим о КАСКО, то эта цифра гораздо больше. Только вопрос еще в том, что отозванная лицензия – это не вся характеристика состояния рынка. Потому что то, с чего вы начали, кризис, упали продажи автомобилей. Естественно, упали продажи страховых полисов. Естественно, упали продажи страховых полисов. Естественно, упали экономические и финансовые возможности страховых компаний. Потому что процесс постоянный, увеличиваются продажи, больше денег у страховых компаний, больше возможностей. Падают продажи страховых полисов, значит, у компаний меньше возможностей. Компания не развивается. Поэтому даже те компании, у которых не стоит речь об отзыве лицензии, уходе с рынка, они тоже находятся в достаточно сложной финансовой ситуации и меньше имеют возможности в оговоренные законом сроки оперативно удовлетворять все потребности своих страхователей. Они находятся просто в более сложной ситуации. Все компании себя ведут, конечно, совершенно по-разному. Но тут бы хотелось вот о чем сказать. У нас большинство разговоров о возмещении ущерба, как правило, упираются в разговоры о страховых компаниях. Мы почему-то постоянно забываем, что когда мы говорим о ДТП, там всегда есть виновник. К этому мы вернемся чуть позже. У нас уже есть первый звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Вечер добрый. Меня зовут Александр, с вами Липакуменко. У меня вопрос такой, месяца 8 назад у виновника ДТП, в котором я был, был полис фирмы «Кондо». Значит, мне был произведен расчет, принято заявление, как положено. Но потом первый был шаг не в мою сторону. От фирмы «Кондо» пришло письмо, что у нее было украдено 50 тысяч полисов. А теперь у фирмы «Кондо» отозвана лицензия. Мое заявление в Российский союз автостраховщиков было принято, но они отделываются банальной отпиской, что то же самое, с чем пришел к ним я. Как быть в этой ситуации? Они мне подсказали, что я должен предъявить им полис или оригинал полиса, виновника ДТП. Законно ли это и откуда я могу взять его свой, я могу принести хоть и в 50-ти тысячном экземплярах, но при чем здесь полис виновника, где мне взять его и вообще правомерно ли это действие? Спасибо за вопрос. Если говорить о законе, то в законе написано, что Российский союз автостраховщиков в вопросах компенсационных выплат руководствуется теми же статьями законодательства, которыми руководствуется страховщик в общении со своим страхователем. Поэтому говорить о том, законно или незаконно, это требование прописано в самом законе. Требование оригинала полиса незаконно. Но требование такое прописано внутренними правилами РСА. РСА можно понять с этой точки зрения. РСА не может провести страховую выплату, если у Союза нет подтверждения, что этот полис законный, он был выписан. Как же насчет базы какой-то единой? Были же разговоры об этом, что будет единая база с годами, что все будут чисты. Очень много. К сожалению, наш законодатель таким образом пишет законы, что в законе об ОСАГО даже на этапе продаж огромное количество. Мы здесь в этой студии неоднократно обсуждали вопросы экспертизы. У нас до сих пор нет государственного реестра экспертов, техников. Нет единой базы проданных полисов и неизвестно, когда она появится. Конечно, нужно признать и настаивать на том, что это все профессиональная обязанность Российского союза страховщиков вести это. В законе прописано, что требовать ничего другого, кроме того, что требует страховщик РСА, не может. Поэтому, так скажем, если... Получается, требование предоставить оригинал полиса незаконное? А там речь идет, так скажем, либо об оригинале полиса, либо о нотариально заверенной копии. Ну, полиса виновника, да. Да. Ну, получается, так оно законное или незаконное требование? Оно незаконное. Что делать, если все-таки его требовать? Можно подавать в суд. Можно искать виновника. Потому что я не случайно начал говорить о том, что общение с виновником, у нас все общение, так скажем, и все возмещение строится на общении со страховой компанией. Притом, когда страховая компания РСА возмещает, потом начинаются вопросы о том, что износ не выплачен в ряде случаев, вычли из расчета, да, износ запасных частей, УТС не оплатили. Но эти все вопросы, точно так же, как страховой компанией, можно задавать к виновнику. Ну, это понятно, что можно задавать к виновнику, можно найти. Но опять получается, я должен сам найти виновника, когда, в общем-то, все должно быть урегулировано законом, есть страховки. Да, страховка есть. А виновник, по следующему, скажет, знаете, я вот работаю, мне некогда, я не хочу с вами общаться, до свидания. Все. В суд? Ну, в суд точно так же можно обратиться, и получается, к Российскому Союзу авторчаку. Ну, скорее всего, если дело зайдет о суде, то тогда обращаться, когда обращаешься в суд, то, к примеру, виновник может быть ответчиком, а страховая компания или российский страховый суд с ответчиком, да, или ответчиком, там суд уже разберется. К сожалению, вот в таких случаях, когда четко, так скажем, понятно, что выплаты не будет, суда не избежать. Хорошо, а как быть действительно в такой ситуации? Ну, понятно, что всегда, да, русский человек изобретал какие-то интеллектуальные способы зарабатывания денег. Поддельный полис, украденный полис, не знаю, полис продает страховой брокер, да, информация не дошла до страховой компании, таких случаев была масса, да, ну, человек там, не знаю, может быть, раз в месяц сдает отчетность, да, уже произошла авария, уже возникают проблемы, мы не знаем, что за полис, мы не знаем, кто его выписывал. Ну вот, а здесь, так скажем... Как вот в этой ситуации лучше поступить? В этой ситуации никаких действий, на самом деле, так скажем, потерпевший, так сожалению, не сможет произвести. Настаивать на том, чтобы профессиональный союз страховщиков, российский союз автостраховщиков, наводил у себя порядок, ввел реестры, а, так скажем, заставить его, можно будет, к сожалению, только предъявлением к нему жестких требований через судебную систему. Хорошо, давайте пойдем дальше, вот все-таки мы затронули вопрос о базе, а на ваш взгляд, а почему нет базы? Вот так долго они уже говорили, недавно как раз сталкивался, тоже покупал полис ОСАГО, говорят, вот принесите нам справку, что у вас не было аварии, мы вам тогда продадим полис со скидкой, потому что мы не знаем, была у вас авария, не было у вас аварии, еще что-то, ну, как-то, вот, вроде, 21 век на дворе уже. То, что на дворе 21 век, я уже начал говорить о том, что вообще закон у нас, когда мы говорим, вот, на Западе все хорошо, там базы вроде как есть, да? По сути, союз страховщиков не работает в этом направлении, получается, если базы нет. Ведь это же внутренняя база компаний, да, то есть, вот, есть какой-то союз, да, есть ведомство, которое выдает лицензии, есть определенный перечень страховых компаний, ну, пусть их там будет, там, не знаю, 300, да, на всю страну. Ну, 150, да, ну, 150, да, ну, там, кто-то уже остался без лицензии. Вот, ну, в принципе, ну, не такая сложная задача-то сделать базу. Задача очень сложная, потому что, во-первых, это коммерческая деятельность. Отдать другой компании свою базу, а у нас, Маша, со случаев, когда база становится достоянием другой компании, начинаются звонки, предложения льготных условий. Некоторые компании сейчас такую рекламу... То есть, боятся, что перекупят клиент? Клиенты, конечно, конечно, конечно. Ни одна компания просто так базу не отдаст. А это ли нездоровая конкуренция? Это нездоровая конкуренция. Ну, если будет база, все будут открыты, все будут предлагать предложение, стоимость ОСАГО упадет. А на самом деле ведь у нас стоимость ОСАГО должна быть единая. Ну, все дойдут до базы и будет невыгодно, да, и потом все бросят этим заниматься, получается так. То есть, база может утопить вообще всю идею страхования обязательно. Да, идею страхования утопить может все, что угодно, она у нас и так наплывет. Когда вот мы, я уже начал говорить о западных странах, мы забываем, что на Западе ОСАГО складывалось десятилетиями, да? У нас впервые вопрос ОСАГО был рассмотрен в 1903 году. На заседании Российского автомобильного общества в октябре 1903 года рассматривался вопрос об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств. Потом мы выпали из этого на сто лет. Ну да, смог такой приличный. И на 101 году начали, но для того, чтобы это все сварилось, у нас ведь начнем с того, что вообще закон о страховании гражданской ответственности, а на самом деле виновник это у нас определяет только суд, значит гражданская ответственность еще не наступила. Страховщик в добровольном порядке признает и проводит страховую выплату. Поэтому говорить о том, что нужно это, у нас ведь до сих пор нет и единой базы по нарушениям ГИБДД. У нас вообще с базами в стране огромная проблема. Ну вот у ГИБДД как-то в последнее время получше, они все-таки, наверное, финансирование получше. Во-первых, если говорить о финансировании, сейчас мы о нем поговорим, я не знаю, насколько у них получше, но ведь ГИБДДшную базу можно купить на каждом перекрестке, да? Насколько она достоверная, не будем обсуждать. И это, кстати, замечательно. Я тут недавно потерял документы, мне вечером позвонил человек, говорит, вы знаете, я нашел ваши документы. Вот как он узнал мой адрес и телефон? Я за то, чтобы все эти базы были в открытом доступе. По крайней мере, я избавился от того, что я бы ходил бы устанавливать в водительскую удостоверение, документы на мотоцикл. Но есть на самом деле законодательное положение, ограничивающее доступ к персональной информации, да? А когда мы говорим о финансировании, не нужно забывать, у нас отношение к РСА, у многих наших автомобилистов, отношение к РСА как к некому надзорному органу над страховыми компаниями, да? Отвечающими и контролирующими. А здесь не нужно забывать, что РСА – это профессиональное объединение страховщиков, которые занимаются страхованием ОСАГО. По сути, та же самая страховая компания, только во многих причинах. Ну, нет, она страхованием не занимается, но она выражает интересы страховщиков, а никакого государственного финансирования нет. И поэтому все, что, когда мы говорим о контроле, то это контроль за профессиональной деятельностью. Чтобы страховщики работали на более-менее одинаковых условиях, не нарушали закон. А вот контролирующим органом является Федеральная служба страхового надзора. Вот там, да, туда можно пожаловаться, там государственный контроль. Хорошо, ну, тоже вариант. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей из Москвы. Очень приятно. В прошлую пятницу я попал в аварию. Моя машина застрахована по ОСАГО, и машина виновника, он уехал у меня сзади, тоже застрахована по ОСАГО. Скажите, пожалуйста, в какую компанию должен обращаться за размещение ущерба? В свою страховую компанию или в компанию виновника? Ну, во-первых, давайте так сразу говорить, ваша машина по ОСАГО не застрахована. Застрахована ваша гражданская ответственность, когда мы говорим о страховании. Ну да, но так или иначе, она всегда привязана к транспортному средству. Здесь у нас постоянно путаница. Во-первых, если мы говорим о прямом возмещении ущерба, если ущерб, так скажем, вы можете обратиться, если вы не виновны, вы можете обратиться и в свою страховую компанию. Прямое возмещение ущерба. Вы обращаетесь в свою страховую компанию, страховая компания вам... Если у вас есть КАСКО еще в дополнение к ОСАГО, то вот в этом случае она называется своей, так скажем. Вы обращаетесь в свою страховую компанию. Если еще у нее не отозвали лицензию. Если у нее не отозвали лицензию, если у вас есть полис ОСАГО, в свою страховую компанию обратились, страховая компания произвезла вам выплату и урегулирует через РСА все отношения со страховой компанией виновника. Ходить в страховую компанию виновника не обязательно. Ну, либо вот говорили уже о том, что полис, купленный в этом году, по-моему, не помню, с мая месяца, да, полис ОСАГО дает возможность его покупателю обратиться именно в свою страховую компанию. Да, вот при прямом регулировании, только если полис куплен после вступления этой нормы в силу. Это естественно вполне. Да, то есть, если полис куплен в прошлом году, то придется опять же-таки идти в компанию страховой виновника и уже там разбираться. Хорошо, давайте пойдем дальше. Действительно картина такая, ну, понятно, что рынок проседает, автомобили действительно не продаются, страховые компании, те же, которые себя прекрасно чувствовали, имели там в 10 салонах точки, и на автомобиле на новом, по сути, без страховки, если машина куплена в кредит, да, было выехать невозможно, был такой стабильный, хороший доход. Сейчас, как бы, доход снижается, будут проблемы, естественно, страховых компаний, но если компании покидают рынок, не получится ли так, что, собственно, суммы страхования возрастут? Что подрастет КАСКО, подрастет, может быть, ОСАГО? Ну, о том, что подрастет ОСАГО, это, в общем-то, вопрос почти решенный законодательные проекты, правда, их несколько в Думе есть, при том, там речь идет о том, что вообще по здоровью выплачивать до двух миллионов. Ну, это один из. Это один из проектов, да. Потому что есть, вроде как, еще и там в районе 450 тысяч. Да там масса проектов, к сожалению, они плавают, а в это же время не решаются вообще, так сказать, на самом деле достаточно простые, но спорные вопросы, да. То есть, наши депутаты, к сожалению, выступают с законодательными инициативами, но одновременно не убирают те неточности, которые на сегодня есть в законе, которые не дают ему нормально развиваться. Поэтому то, что, так скажем, такие инициативы есть, говорит только об одном, что, естественно, страховые тарифы по ОСАГО будут расти. То, что они будут расти по КАСКО, я, честно говоря, не специалист в области прогнозов страхования, я думаю, что в условиях конкуренции пока они расти не будут. Пока не стабилизируется вот этот рынок перехода, компаниям нужно привлекать, крупным компаниям нужно привлекать. Да, вроде как клиентов меньше, и, соответственно, нужно извлекать. Поэтому вот вариант, что будут расти тарифы по КАСКО, он менее, так скажем, вероятен. А рост тарифов по ОСАГО, он, естественно, будет. Тем более, вот сейчас повышающие коэффициенты для ряда регионов, по которым четко понятно, что уже идет провал. Там у нас базовая ставка остается, так скажем, неизменной, а для целого ряда регионов повышающие коэффициенты практически в два раза. Угу. То есть, видимо, больше аварий. Да. Поняли, что больше аварий, больше транспорта, и все-таки... убыточность практически по всем компаниям, работающим в этом регионе. Поэтому для таких регионов коэффициенты базовой ставки увеличены. Хорошо, сейчас продолжим. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Михаил, Подмосковье. Очень приятно. Вот только что прозвучала фраза, что ОСАГО – это страховка моей личной ответственности. Правильно? Да. Я эксплуатирую одновременно несколько автомобилей. Тогда почему я должен страховать каждое из них? Я же не могу одновременно ездить на двух машинах. Спасибо за вопрос. Это действительно такая... Как только появился закон, это такая была притча во языцах. Во многих странах Европы существует и такая схема, и такая схема, вроде как и привязана к автомобилю, не привязана к автомобилю. С одной стороны, вроде как да. Если ты водитель, страхуешь свою ответственность, какая разница, на каком автомобиле ты ездишь? Но тут же нашлись противники и сказали, ну как же так? Вот там, не знаю, Жигулей-то одно, а Феррари-то совсем другое. Там же большая вероятность аварии. Он же быстрый автомобиль. Это вот из тех, так скажем, социальных моментов и не отрегулированных на сегодня. Вот решили попробовать вот так сделать. Вот сделали так. Так же, как повышающий коэффициент на автомобиле с большим объемом двигателя, да? Ну да, казалось бы, разница такая. А разница есть. Автомобиль с большим объемом двигателя, он более безопасен на дороге. Ну да. Вот на мой взгляд, там должен быть понижающий коэффициент. Поэтому говорить о том, что я один езжу на автомобиле, но, к сожалению, мы об этом, так скажем, говорить-то не можем. Нет, иметь в виду, что если несколько автомобилей, ты же не можешь действительно в одиночку ездить сразу на двух или трех. Ну, я знаю человека, у которого 250 автомобилей. Ну, небольшая автобаза. Он одновременно не может ездить, да? Нет, но, естественно, у него есть какие-то подчиненные, которые ездят. Они вписаны в страховой полис. Там открытый полис и все. Поэтому вот эти моменты, их тоже надо регулировать. Если один человек вписан в полис, ну, проблем с тем, чтобы заехать и вписать другого, это делается за две минуты, да? Поэтому вот это вообще вся процедура, она, естественно, должна быть, так скажем, давайте четко определимся, что все-таки страхуется не автомобиль, а страхуется гражданская ответственность. А эта процедура, она, естественно, требует корректировки. Ну, да, потому что, действительно, может быть, когда-нибудь мы дойдем до такого варианта, что ты, получая права, будешь там ежегодно платить какой-то взнос, ну, не знаю, там, условно говоря, тысячу рублей. И будешь иметь какую-то карточку. Ну, на самом деле... Вот у меня есть страховка, я могу ездить на любом автомобиле, там, не знаю, две тысячи рублей за автобус, три тысячи рублей за грузовик, ну, какая-то, ну, это я, условно говоря, утрирую сумму, конечно. На самом деле, вот мы сегодня обсуждаем схему, да, и всегда вот, когда закон принимали, и в то время, когда он действует, мы обсуждаем схему, и от этой схемы пытаемся искать какие-то варианты. На самом деле, ведь схем страхования, ответственности, огромное количество. Так же, как вот сегодня серьезно обсуждается вопрос, что регистрационный знак будет закреплен за водителем. То есть, я получил регистрационный знак, снимаю машину с учета, регистрационный знак остается за мной. Ну, да, я вешаю на любой другой автомобиль, если я его куплю. Да, просто информирую ГИБДД. И постоянно за человеком будет один номер. Но, казалось бы, хорошая схема. Точно так же, то, что вы говорите, может быть, карточка страхования, я просто вношу на нее деньги. Многие предлагают вообще по ОСАГО ввести накопительную систему. То есть, я купил страховой полис один раз, деньги, которые я не потратил, они начисляются, и у меня постоянно растет, так сказать, за счет взносов лимит моей гражданской ответственности. Таких схем можно придумать огромное количество. К сожалению, так скажем, пока законодательных инициатив на эту тему, так скажем, от наших депутатов не поступает, или депутатам не поступает. Все это только в нашем обсуждении. Ну да, здесь просто ситуация такая, что если, как бы, на данном этапе, мне кажется, полис ОСАГО не будет привязан к автомобилю, получится чехарда именно с чем? Потому что, ну, у многих людей есть права, но они не ездят. Если они там, может быть, будут платить какую-то тысячу рублей в год, то в итоге незащищенным окажется тот человек, которому будет разбит автомобиль. Этих денег может попросту не хватить на выплату. Один раз в год можно сесть за автомобиль, раскрушить там десяток других автомобилей, и в итоге ты оказываешься, все оказываются без выплаты. Там масса моментов. Эти моменты актуарии изучают, и на самом деле корректировать закон об ОСАГО, так скажем, ну, как минимум, чтобы он хоть как-то начал работать так, как он должен работать в цивилизованном, правовом государстве, ну, это как минимум лет десять. Да, мне причем кажется, что сейчас, по-моему, основной вопрос не в том, почему я плачу за, там, пять автомобилей, которые стоят у меня в гараже, ну, формально, да, почему мой полис привязан к автомобилю, а почему выплаты происходят, там, не за один день. Например, что есть в Беларуси, которая немножко раньше начала точно такой же опыт с ОСАГО, как и в России, если, как бы, вот, человек, проезжающий в Беларуси, вдруг нечаянно попадает в аварию, если он с утра попадает, в обед, как правило, деньги уже выплачивают. Там скорость выплаты потрясающая. Ну, во-первых... Вот, по-моему, над скоростью выплаты сейчас лучше поработать. Во-первых, давайте... Разбили, привез, показал, оценили, выплатили. Давайте отдавать себе отчет, хотя бы сравнив территорию и количество транспортных средств в Беларуси и в России. Нет, это понятно, но люди сейчас ждут месяцами, а можно ждать три дня, например. Вот над этим, по-моему, лучше работать. И над этим тоже надо работать. Пока, в первую очередь. Я про первую очередность бы поспорил немножко, так скажем. Я считаю, что лучше выплатить попозже, да? Ну, побольше. А, ну, побольше. Потому что, на самом деле, у нас ведь даже в Москве на станцию очереди, да? Мы стараемся выплатить деньги быстрее, а потом человек три месяца ждет очереди на станции. И деньги все потратил, а потом уже и чинить не надо. Да, да. А потом начинается, когда на станцию поставили скрытые дефекты, выявляются, и опять это все идет. Поэтому вариантов, я говорю, здесь огромное количество. На Беларуси тоже нужно смотреть, но в Беларуси другой порядок. Там и с базами ГИБДД, и базами полюсов все гораздо проще. Ну, там все по команде, там все четко. Да. Там ни у кого не возникает вопросов. Надо сделать, сделаем. Но вопросов, на самом деле, возникают достаточно часто. Ну что, давайте пойдем дальше. Почему все-таки уходят страховщики с рынка? Неужели так невыгодно? Неужели вот прямо такое резерве? Ведь всегда говорили о том, что страховщики всегда говорили, нам не хватает денег, нужно повысить тарифы. Какие-то независимые организации проводили исследования, говорили, да у них денег навалом, у них еще с запасом остается, они все равно могут выплатить. Полюсов покупают все, как бьются далеко не все, все равно есть прибыль. Почему так внезапно начали проваливаться люди с рынка? Ну, проваливаться они начали прежде всего потому, что часть страховщиков все-таки реально работала на пределе. Те, кто занимался ОСАГО. ОСАГО – это, конечно, не убыточный вид деятельности. Но то, что страховщики говорили, что они привлекают таким образом клиентов для КАСКО, это, так сказать, не всегда оправдано. Потому что работало несколько страховых компаний, которые занимались только ОСАГО. И больше ничем. То есть ни жилье, ни имущество. Ну, какие-то виды деятельности. Но основной доход у них был по ОСАГО. Это говорит только об одном, что ОСАГО не убыточный. Ну, правильно, да. Но работали, так скажем, на пределе. Сегодня работать по ОСАГО уже стало убыточным, потому что вот этот процесс снижения затрат страховой компании, он идет медленнее, и нет роста объемов. Роста объемов нет, страховая компания начинает проваливаться. Поэтому страховые компании пытаются уходить. И когда страховщики говорили о том, что за счет работы с клиентами по ОСАГО они привлекают клиентов по КАСКО, то теперь такой надежды, честно говоря, уже нет. Ну, сейчас да. Ну, машины мало. А на чем можно сэкономить? Я, может быть, лучше покроить не поезжу, не буду покупать. Все-таки польза-то дорогой достаточно на многих. Или буду покупать, или буду страховать на другую сумму, на меньшую сумму. Не буду страховать машину по полной стоимости, а сделаю себе ограниченную страховую сумму. Ну да, потому что процентов на 50. Редко, когда машину завязывают полностью в узел. Как правило, там крыло, бампер, дверь, ну так, по мелочи. Получу поменьше, но где-то франшизу побольше. То есть страховаться на других условиях. Поищу другую компанию с более выгодными условиями, с меньшим процентом. Поэтому то, что страховщики уходят, ну, кризис. Ничего другого тут, к сожалению, мы не придумаем. То есть получается все-таки выгоднее, скажем так, не с точки зрения финансов, а с точки зрения надежности искать какую-то крупную страховую компанию, которая занимается не только автомобильным страхованием, занимается полным спектром, там, не знаю, какие-нибудь старейшие там на рынке, и прочее, прочее, прочее. Когда мы говорим о... Тогда как бы себе спокойнее, да? Когда мы говорим о любом бизнесе, а весь бизнес у нас, так скажем, находится в зоне риска, всегда выгоднее работать с тем страховщиком, который... с любым коммерсантом, в том числе с страховщиком, который много лет на рынке. Да, он где-то может быть там... А у него условия пожёстче, ставки повыше, но гарантии то, что он не уйдёт с рынка, а мы сейчас, да, именно эту проблему, насколько я понимаю, обсуждаем, что страховые компании уходят. Гарантии у тех, кто на рынке не один десяток лет, то, что они на этом рынке останутся, у них гораздо больше. Ну и потом, представьте себе, страховые компании, у которых там сеть филиальная, да, охватывает чуть ли не всю Россию. Ну просто уйти одномоментно невозможно. Внезапно не закроется. Невозможно, да. Притом у таких страховых компаний большое количество юридических лиц. Но эти юридические лица, понятно, что они между собой связаны, и, так скажем, уйти такая компания просто физически не сможет. Ну может, в каком-то маленьком городочке филиалы закроются по каким-то причинам, да. Будет головная компания отвечать. Всё равно будет отвечать главная компания. И потом вот эти моменты, когда страховые полисы теряются, да, в больших компаниях это гораздо реже. Когда компания не имеет даже серьёзного офиса, не может обеспечить сохранность полисов, вот и возникают моменты. Ну что такое? Ушло там 10-20 тысяч полисов. Ну по сути это несколько коробок, это не так уже много. Это не так много, но это говорит о том, что наверняка они либо просто хранились в кабинете, либо в этой компании не было отбора персонала. Потому что... Либо просто этим ящиком подпирали дверь, а потом в какой-то момент пихнули на улицу, закрыли дверь, а ящик испарился. Либо недорого продали кому-нибудь. Ну тоже в ряду есть такое. Поэтому вот там, где службы безопасности серьёзно, где за этим следят, где масштабы больше, там риск больше, вкладываются в это деньги. Поэтому там вот этих возможностей, то, что страховые полисы ушли на сторону, гораздо меньше. А даже если они уйдут, то есть ресурсы, чтобы их найти. Ну хорошо, у нас есть ещё один телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы со мной разговариваете? Да, конечно. Это Сергей Москва. У меня вот такой вопросик. Вот сейчас страховые компании пытаются поднять коэффициент страхования, обязательной ответственности, ссылаясь на то, что у нас только железо оценивается. Но они ещё говорят, что надо жизнь оценивать. Человека, пострадавшего, и так далее. Но дело в том, что пока, если у человека происходит ДТП, человек попадает в больницу, то мы государством застрахованы с самого начала своей жизни, как говорится. И когда человек выходит из больницы, идёт в страховую компанию, он говорит, а что вам компенсировать? Страховая компания так говорит. Вы же уже вылечились, у вас государство вылечило. Тогда зачем поднимать тарифы? Я от этого понять не могу. Спасибо. Спасибо. Ну, вопрос как бы имеет некоторую... Да, все же имеют обязательное медицинское страхование. Но это вроде как ты заболел, ты полечился, а здесь тебе взяли, переехали автомобили. У меня такой вопрос. А вы не слышали о страховании платных больниц и клиник? Они ведь существуют? Конечно, существуют. Таково у нас же обязательное медицинское страхование. Люди покупают дополнительный спектр услуг. Именно тот, который мне будут оказывать, если переездить... То есть на самом деле люди вынуждены лечиться за деньги? Ну, отчасти да. Я просто недавно столкнулся с такой ситуацией. Вариантов бывает несколько развития событий. Словно говоря, ты сломал ключицу, либо тебе поставят какую-то советскую спицу, такую вот, такую советскую, кондовую, либо тебе поставят аккуратный, культурный, иностранный какой-нибудь там... Давайте сразу скажем о том, что у нас перечень заболеваний, которые входят в обязательное медицинское страхование, он весьма ограниченный. Ну да, и если тебя три раза переехали к АМАЗу, то там заболеваний может набраться гораздо больше, чем в этом перечне. вам придется, так сказать, не в рамках обязательного медицинского страхования. Это первое. Второе. Обязательное медицинское страхование... При обязательном медицинском страховании довольно ограниченный перечень лекарственных препаратов и медицинского оборудования. То, что вам там поставят какой-то штифт, так скажем, который заржавеет, он включен в перечень обязательного страхования, а вы можете заплатить и вам поставят тот, который нужно поставить. Это тоже, будет платно, и вот это может возмещать страховая компания. Это первый момент. Почему страховщики говорят о том, что они реально сегодня платят все-таки за здоровье. И все вылечить по обязательному медицинскому страхованию, ну, во-первых, все никогда нельзя вылечить, но компенсировать обязательным медицинским страхованием ряд медицинских процедур не удается. Второй момент, что у нас в страховании страхование не только жизни, не только здоровье, но и страхование жизни. А выплаты в связи с потерей? Да, потери кормильца, опять же таки, да, это все. Потери трудоспособности. Трудоспособность, да. К сожалению, государство нам здесь мало что компенсирует. Поэтому выплаты, так скажем, я тоже не сторонник того, чтобы платить 2 миллиона. Понятно, что человеческая жизнь бесценна, но все должно быть в определенных рамках и базироваться на тех зарплатах, исходить из того уровня зарплат, который наши люди получают. Мы хотели бы, так скажем, получать такое страховое возмещение, как получают его на Западе, но, к сожалению, мы не можем платить такую страховую премию, как платят на Западе. И потом нужно отдавать себе отчет, что там несколько другая система страхования, но если говорить нашими терминами, то там практически все застрахованы и по КАСКО, и по ОСАГО. А у нас менее 10%, наверное, только. И по разным регионам разная цифра. Людей, которые застрахованы по КАСКО. Поэтому то, что страховые тарифы будут расти, к сожалению, это придется признать. Вопрос только в том, какими темпами они будут расти. Но, с другой стороны, ведь они давно не менялись, а инфляция и все такое и прочее. По сути дела, страховые тарифы по ОСАГО не менялись с момента вступления. Ну, по правилам, в принципе, конечно, это логично. С другой стороны, конечно, не хочется, как всегда, платить деньги. Но я согласен в том, что если ты имеешь автомобиль и хочешь на нем ездить, то должно нести определенное количество расходов, связанных с этим, в том числе и страховку. Так же, как вот эти вопросы, платить с износом, без износа. Все это хочется, все это хорошо, но это все упирается в то, что все это, в конечном итоге, естественно, должно привести к росту страховых тарифов. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, да, слушаем вас. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Машина куплена была в декабре, новая, а попадает в феврале в аварию. И там, в общем-то, в аварии, отмято дверь, и задняя дверь подзарапана. Страховая компания «Адмирал», виновник аварии, застрахован. Туда, когда обратился я, они приняли заявление. Ну, во-первых, экспертиза шла 10 дней, потом приняли только заявление, и через 3,5 месяца пришла выплата. И в сумму выплаты где-то меньше половины, требовалась сумма. А как в этот случай обратить? Спасибо. Ну, довольно стандартная ситуация, по-моему. Вполне стандартная ситуация. Обратиться куда? Во-первых, в Российский Союз Страховщиков, в Федеральную службу страхового надзора. Только вопрос, вот моя основная специальность все-таки, это экспертиза. И вот, так скажем, разговоры о том, что выплатили половину от требуемой суммы, я лично чаще всего отношу к тому, что ремонтники запросили в два раза выше, чем реально нужно на ремонт. Я недавно проводил анализ, к примеру, стоимости краски. Вот краска, которая продается в розницу, в магазине, на станциях стоит в 2,5-3 раза дороже. При том, что мы понимаем, что на достаточно крупных станциях ее покупают не в розницу, а оптом. Ну да, ее покупают ящиками. На оценку на запчасти, на станции, я покупаю такую же запасную часть в магазине, приезжаю на станцию, а на станции эта запчасть стоит в 2 раза дороже, чем в магазине. У всех свои проблемы, там арендная плата, зарплата персонала. Это понятно, но это ненормальная ситуация. Поэтому говорить, что не хватило денег на ремонт, но, к сожалению, мы уже об этом говорим, что денег на ремонт, так скажем, и не должно изначально хватать, к сожалению, потому что у нас есть износ, который вычитается из запасных частей, и рассчитывается по среднерыночной стоимости запасных частей, а среднерыночная стоимость берется не стоимость станций, а стоимость та, которая есть в рознице. А она ниже, чем стоимость на станции. Поэтому вариантов тут, так скажем, два, да? Либо ремонтироваться, сразу брать направление на станцию, ехать ремонтироваться на станцию, если у... У многих строевых компаний есть договор. Есть договор, да. Предлагают, вот там 10 станций, выбираешь, едешь, и вроде как ты даже деньгами не участвуешь. Да. У тебя был автомобиль? Там возникают вопросы, что если износ, но здесь практически износа у автомобиля не было, поэтому доплачивать нечего. Там, если у автомобиля есть износ, то владельцу придется за износ деталей доплачивать из своего кармана. Значит, обжаловать это можно в РСА, то, о чем был вопрос Федеральную службу страхового надзора. Вопрос только, так скажем, я не очень расслышал, какие там были повреждения, на какую сумму. Вопрос только в том, что большинство автовладельцев с этими жалобами не хочет связываться. Одно дело обжаловать, обратиться в суд, но на это нужно потратить какое-то время, какие-то деньги, либо привлечь адвоката, юриста. А процедура, так скажем, она прописана. Ну да, собственно, если недовольство подать жалобу, можно решить этот вопрос. Да, ну, по-моему, да, действительно оптимальный вариант, если есть возможность починить автомобиль или не участвовать деньгами, то, по-моему, проще отогнать его на станцию и починить. Потому что, мне кажется, станции со страховой компанией всегда договориться проще, чем клиент еще в этом участвует. Ну и плюс еще... У них есть своя система скидок, зачетов, там разберутся между собой. Плюс еще тот вопрос, с которого я начинал, есть еще и виновник ДТП. Ну, опять же, да. Он тоже должен отвечать. Опять же, да. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роман, Санкт-Петербург. Очень приятно. У меня для начала на предыдущие вопросы, проблемы, которые возникали здесь, это если вдруг наступает страховой случай и показкой по ОСАГО, я обращаюсь в свою страховую компанию. Соответственно, я по каске обращаюсь в свою страховую компанию, чтобы на виновника, в том регрессном порядке это было все востребовано. Я правильно понимаю? Да, все правильно. Это первый вопрос. Это можно сейчас... Да, хорошо, да. Второй. Это я вот внимательно слушал, но все вот проблемы, которые возникают со страховыми компаниями, к сожалению, нужно решать через суд. И не каждый гражданин, кроме юридических лиц, могут эти вопросы решать. И третий момент. Страховые компании, не буду называть какие, очень часто по оценке, которые независимые экспертизы выставляют, выплачивают меньшую сумму. Ну, пример приведу, 30 тысяч страховой случай, выплачивают 15 тысяч, и чтобы потом через суды и через адвокаты это все решать, соответственно, возникает намного больше проблем временных и финансовых у потерпевшего. Вот как в этих случаях поступать, и как вообще эта проблема может решиться в будущем? Понятно, значит, первый вопрос, первое замечание, которое было, вы можете обращаться не только по КАСКО, но и по ОСАГО, если полис куплен после того, как вступил в законодательное нормативное регулирование о прямом возмещении ущерба, вы можете обращаться в том числе и по ОСАГО, даже если у вас нет КАСКО. Свою страховую компанию, в которой у вас застрахована ОСАГО, это называется прямое урегулирование ущерба. Ну, как правило, люди, у которых есть КАСКО, обращаются, говорят, у меня же полис там, решайте все. Если я не виноват, и на будущий год мне не будет никакого лишнего процента, то зачем я буду с этим связываться? Значит, что касается... Там несколько вопросов было, я их не очень порядок, так скажем. Что касается занижения расчетов, давайте говорить о том, что страховщик имеет право произвести страховую выплату в неоспоримой части. Вот то, что он признал неоспоримой частью, все остальное спорно. Суд не суд, здесь, так сказать, надо посмотреть, потому что, насколько я знаю, ряд страховщиков, если видят, что заявление, претензионное письмо составлено достаточно грамотно, что человек пойдет дальше, что у него есть вероятность выиграть это, они, так скажем, в досудебном порядке стараются принять решение. Потому что ходить лишний раз в суд, отрывать юристов тоже никому не хочется. Тем более там могут быть еще и увеличения иска. Поэтому все зависит от того, насколько грамотно вы будете вести себя в отношениях со страховой компанией в досудебном порядке. Что касается идти, что многие не имеют возможности пойти в суд, да, это надо признать. К сожалению, уровень грамотности нашего населения, он достаточно низкий. Я уже неоднократно говорил о том, что к нам периодически обращаются люди, которые говорят о том, что вот я попал в ДТП, я виновник, но у меня есть полис ОСАГО, мне надо посчитать, сделать расчет затрат, на ремонт моей машины. Зачем? У меня же полис ОСАГО есть, я свою машину застраховал, мне страховая должна выплатить. То есть люди, часть людей еще до сих пор не понимает, что страхуя ОСАГО, они не страхуют свою машину. Поэтому вот, так скажем, не знаю, на все вопросы, не на все ответил, но чтобы ходить в суд, а при том многие говорят, что вот ходить в суд, это время. С судом можно вести отношения по переписке. Ну, поначалу да, потом все равно отходить придется. Дело в том, что понятно, почему страховые компании таким образом поступают, потому что, условно говоря, отдав половину суммы, то месяц-два, оставшись половиной, даже если они все-таки потом отдадут, после досудебной претензии, она все-таки еще находится на счету. Она находится... как своя, еще ее можно вроде как с ней поиграть. Да, она находится на счету, но, как правило, когда идут в суд, но, во-первых, не все идут в суд, а то сумма иска увеличивается. Там и расходы на адвоката, там и требования за пользование чужим известным. Понятно, но пока подают претензию, пока все решат все вопросы, это может пройти месяц-два, и для своего компании так или иначе все равно выгодно. Такими расчетами не занимался, но хотелось бы вот еще о чем сказать, говоря о грамотности нашего населения. У нас есть цель экспертизы определения причин возникновения повреждения транспортного средства. Определение причин, вот по причинам достаточно часто отказывают. И споры в том, так скажем, потерпевшие думают, что отказали, что ему не верят, что ДТП было. На самом деле отказывают, не потому, что есть сомнения в том, что ДТП было. Как правило, отказывают, потому что повреждения не соответствуют описанным обстоятельствам. То есть, когда человек пишет заявление, он пишет, что ДТП произошло при следующих обстоятельствах. Описывает, а когда эксперт делает экспертизу, он понимает, что при этих обстоятельствах вот этот перечень повреждений получить просто невозможно. Ну и потом наши граждане, к сожалению, тоже достаточно часто, так скажем, показка, копят повреждения. Одно повреждение, второе, третье. Особенно это любят делать женщины, когда повреждение набралось, то стандартная фраза оставила машину возле дома, вышла, а там... вся помятая вокруг, все двери, багажники, все помятые. Самое смешное, что когда она вся вокруг помятая, это одно, но когда у нее поддон оторван и рычаги погнуты, то, что возможно получить, так сказать, только наехав на бордюр, вот это, но, к сожалению, это ежедневная практика. Поэтому, то, что грамотность населения, да, она, люди не могут или не считают необходимы правильно описать обстоятельства происшествия. Соответственно, получают отказ в выплате вообще. Валерий, здесь, конечно, да, здесь нужен грамотный подход, нужно внимательно там все читать, все понимать и как-то давать себе отчет, что не просто так, вот, я тут сейчас помял, мне помяли машину, я сейчас приду, мне сейчас все заплатят, все починят, как бы, тогда не было бы этого бизнеса вообще, в принципе, страховых компаний не было бы тоже, потому что на чем-то они деньги-то должны заработать. Естественно, так или иначе, порой для кого-то это выражается в отказе, для кого-то половина суммы, но надо понимать, мне кажется, что всем автолюбителям и всем, кто покупает себе пользу, что это бизнес. Он может быть жесткий, некрасивый, но это бизнес, и другого не будет. Никто не будет просто так доставать кошелек и откидывать деньги. Наша общая задача, чтобы он был жестким, но красивым, но мы неоднократно говорили о том, что когда отдаешь деньги и ставишь свою подпись, нужно обязательно прочитать все, что там написано, и особенно то, что написано мелким почерком. Ну да, подарков не будет. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Алексей, город Москва. Очень приятно, Алексей. Прежде всего, большое спасибо за очень такую полезную программу. Скажите, пожалуйста, если на момент аварии виновник аварии имеет полис ОСАГО без ограничений, но не имеет прав водительского удостоверения, именно на момент аварии, будет ли страховая компания выплачивать ущерб, нанесенный тем лицам, кому нанес его? Спасибо за вопрос. Часто такое бывает. Будет. Решили за встречку в нетрезвом виде, а все равно ездят. То есть, все равно выплатят. Выплатят. У нее возникает право регресса. Страховая компания деньги взяла. Выплатит. Да, возможно, с ней придется разбираться, в том числе и через суд. Но страховая компания взяла деньги, она несет ответственность. Так что не верьте, если вам говорят, что никаких возможностей, сразу обращайтесь. Возможности есть, но в каждом конкретном случае нужно разбираться, так скажем. Есть еще несколько вопросов, в том числе по СМС. Можно ли застраховать автомобиль в нескольких страховых компаниях одновременно? Насколько я понимаю, что по ОСАГО, наверное, нет, а вот по КАСКО, пожалуйста. Нет, по ОСАГО можно застраховать. Но имеет ли это смысл? А кто вам запрещает? Смысла никакого. Проще отдать деньги и сделать расширенное страхование гражданской ответственности. Ну, я-то понимаю, на случай, если одна страховая компания разорится, а другая, по части того, что можно ли застраховать по КАСКО автомобиль, но на моей практике был автомобиль, который был застрахован в 26 компаниях. Забавная цифра. На разных лиц. Его возили из одного города в другой, ставили на обочине, говорили, что оставил, пришел, а он разбит. Случайно так получилось, что трое из, так скажем, три раза расчет попал к специалистам, которые имели между собой контакт. Ну, в общем-то, тут же все и скрыл. Поэтому потом известились страховые компании, они между собой, так скажем, провели некоторый мониторинг и нашли, что полисы выписаны в 26 компаниях. Даже не в 26 компаниях, там было сделано, так скажем, в одной компании было выписано в разных филиалах четыре полиса. То есть, в четырех разных филиалах. Ну, такие ситуации бывают здесь как бы. Ну, если говорить о мошенничестве, то оно на сегодня, так скажем, резко увеличилось. Страховое мошенничество. Ну, да, вроде как, можно, наверное, по мнению мошенников быстренько и легко состричь деньги, только все-таки способов, по-моему, уже не отдать вот таким образом деньги у страховой компании больше, все-таки опыт уже есть. Если, может быть, первый год-два как-то было еще сложно, то сейчас-то... Ну, к сожалению, достаточно часто, насколько, так скажем, я могу догадываться, страховые компании все-таки платят. Содержать большую службу для мелких компаний все-таки накладно. Ну, так и да. Так что, вот, скажем так, отчасти мошенникам мы можем быть обязаны тем, что у нас постоянно повышаются стоимости. Ну, или будет повышаться. В том числе. Это тот риск, который несем мы с вами. А у нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Леонид, Санкт-Петербург. Очень приятно. Постоянно стараюсь смотреть ваши передачи. То есть, у меня вот такая история получилась. Значит, Аллен. Да-да-да. Получилась такая ситуация. Машина застрахована по КАФКе была. Ага. Да, то есть, как бы, попал в ДТП. И, значит, согласился, чтобы машину делали на ихней станции. То есть, машину сделали, я посмотрел, снаружи никаких претензий не было, ничего. Какое-то там время назад, где-то недели-две, захотел машину выставить в трейдинг. Приехал, мне посмотрели, сказали, что качество, изнутри которое сделано, очень ужасно. То есть, вот, куда это мне обращаться? В страховую компанию или в это самое, на станцию, на эту, на которую делали? Спасибо за вопрос. Но, насколько я понимаю, на станцию, она оказывает услуги по ремонту. Во-первых, на станцию, потому что станция дает гарантию на ремонт, как минимум шесть месяцев. Поэтому, к станции первая претензия, страховую компанию обязательно нужно ставить в известность. Во-первых, так сказать, она в этом будет участвовать, потому что это договор станции и страховой компании, страховая компания будет участвовать как третье лицо. А во-вторых, так сказать, у страховой компании будет повод более жесткий контроль ввести на эту станцию. Потому что, когда мы говорим о станциях, мы должны понимать, что в большинстве стран дилеры никогда не занимаются кузовным ремонтом. Дилеры, задача дилера обслужить машину, продать, обслужить и сделать гарантийный ремонт машины. Кузовной ремонт делается на станциях, которые контролируют страховщики. Либо которые этим страховщикам принадлежат. Хотя, как правило, есть и оборудование, которое предоставляет производитель, оно оригинальное, вытягивающее. Конечно. У нас сложилось так, что когда у нас формировалась дилерская сеть, у нас никого, кроме ремонтников, не было, ни у кого не было ни помещения, ни хоть какого-нибудь оборудования. Поэтому у нас ремонтники стали дилерами. Сегодня ремонтники говорят о том, что если вы после ДТП кузовщину не будете делать у нас, мы вас снимем с гарантией. Оно на дилерской станции всегда все дороже. Поэтому у нас сложилась такая ситуация, что страховщики на сегодня пока еще не имеют возможности контролировать в том числе ремонтные воздействия по кузовщине. И вот эта ситуация, когда мы сможем помочь страховщикам, информируя их о том, что ремонт проведен некачественно, подключив их к этому разбирательству, мы каким-то образом будем участвовать в формировании цивилизованного ремонтного рынка. Ну да, так или иначе страховая компания может расторгнуть договор с этим сервисом, если у нее десяток. Либо поставить ему более жесткие условия. Не выгнуть три. Конечно. Потому что так или иначе это определенный поток гарантированный, который страховая компания пришлет в этот сервис. Тем более сегодня изменяется структура рынка. Если раньше дилеры работали в основном на продажах, им было не было необходимости столько внимания уделять ремонтам. Потому что активно шли продажи. Сегодня продажи идут не так активно, а больше денег можно заработать на ремонте. Поэтому сейчас самое время наводить порядок именно в сфере ремонта транспорта. Ну да, естественно. Это чуть ли не последняя ниша, которая осталась, чтобы хоть как-то заработать деньги. У нас есть еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Финус, моя фамилия? Здравствуйте. Я хотел спросить. У меня есть небольшой заграничный опыт. И виновник ДТП в следующий раз он наказывается процентным повышением страховки. То есть в следующий раз в классовку больше клавит страховку. Как у нас наказывается виновник ДТП? Повышающие коэффициенты и по ОСАГО у нас есть. Ну только очень смешная ситуация, потому что, опять же таки, нет базы. Ты можешь год от года менять страховую компанию, потому что ОСАГО получать еще и со скидками дешевле. Я думаю, что она... Были аварии, да не было. В ближайшее время появится. Все-таки появится. Появится, а потом страховщики тоже начинают, так скажем, уже общаться. И при сокращении объемов, при сокращении количества страховщиков, они быстрее найдут общий язык. А сейчас при прямом урегулировании у нас в том числе в ОСАГО появился клиринговый центр, который будет заниматься расчетами. И за счет прямого урегулирования эта общая база уже сегодня создается. Когда она охватит весь объем, сказать сложно, база уже нарабатывается. Ну да, по сути... Поскольку выплаты уже производятся. Да, и в свою компанию приходят, да. Тогда такой еще вопрос. Уже под занавес, можно сказать, передача. Несколько минут остается. Ну вот все-таки, да, вот сошли с дистанции страховой компании. ИРСА нанесет действительно финансовую ответственность за эти компании. Или какие-то есть специальные фонды предусмотрены? Как все-таки это регулировать? Во-первых, есть специальный фонд РСА, который формирует РСА. Во-вторых, РСА делегирует урегулирование другим страховым компаниям, которые на рынке работают. А если вы зайдете на сайт РСА, посмотрите раздел компенсационные выплаты, там четко расписано 30 компаний, которые лишены лицензии, и есть список, какие компании урегулируют за лишенных убытки. То есть, на самом деле, не всегда РСА напрямую урегулирует. РСА достаточно часто делегирует это тем компаниям, которые давно работают на рынке. Это открытая информация, она есть, вы можете узнать, где какая компания урегулирует за кого какие убытки. Поэтому, это, во-первых, ресурсы РСА, все страховые компании в этот фонд производят отчисления, он существует компенсационный фонд, плюс вот эти взаиморасчеты РСА и страховых компаний, когда страховые компании, поэтому не надо бояться, нужно понимать, что РСА может не только сам союз урегулировать этот убыток, но и направить вас для урегулирования в другую страховую компанию. То есть, все-таки не останешься с разбитым автомобилем, без денег, без всего, если страховой полис у виновника есть, даже несмотря на то, что компания без лицензии или разорилась, есть возможность деньги свои вернуть, полностью или чистить. Возможности есть, только вот сложности с тем, когда нет реестра полисов в РСА, вот там возникают сложности, там остается такая возможность, но появляются дополнительные трудности, вот такие, как требование РСА предъявить оригинал полиса или нотариально заверенную копию. Поэтому я... Ну, то есть, опять же-таки, претензии, суд, так или иначе, но этот вопрос можно решить. Решить его можно, поэтому, когда автовладелец узнает, так сказать, зайти на сайт РСА посмотреть, вообще не проблема, что страховая компания, в которой он застраховал ОСАГО, лишена лицензии, то самый, так сказать, надежный способ, если вы, так сказать, по каким-то причинам не покупаете другой полис, а собираетесь с этим доездить, взять нотариально заверенную копию. Ну, то есть, пойти к нотариусу, сделать копию, и дабы обезопасить других участников дорожного движения. Да, и возить ее с собой. Такой поступок доброй воли. И возить ее с собой. Это не только поступок доброй воли, это гарантии собственные, что к вам потом, вас не будут потом разыскивать и предъявлять к вам какие-то претензии. Ну, да, не пойдут в суд, не будут с вас высуживать эти деньги за ремонт автомобиля. Этим самым вы сэкономите собственное время и нервы. Ну, отчасти, да, отчасти вариант правильный. Буквально пару минут остается. Какие прогнозы по ОСАГО, какие прогнозы по КАСКО на будущий период? Все-таки кризис, так или иначе. Будут дорожать, не будут дорожать? Страховые компании еще уйдут с рынка? Страховые компании с рынка уйдут, потому что вот это подписание, соглашение о прямом регулировании его подписало пока, к сожалению, небольшое количество страховых компаний. Прогноз такой, что большинство компаний, которые не подписали до сих пор это соглашение, они с рынка уйдут. Но если там будем смотреть на наших соседей, мы уже сегодня говорили о Беларуси, если мы будем смотреть на Казахстан, который тоже ОСАГО ввел, так скажем, раньше нас на несколько лет, то там количество страховых компаний сократилось на две трети. Притом сократилось за три года. Мы этот период временной уже прошли. То есть останется такой надежный костяк. страховых компаний, самых богатых, самых обеспеченных, которые могут позволить себе любую... Ну а потом вот эти игры, ведь у нас в законе четко прописано, что страховщик ОСАГО должен иметь представительство в каждом регионе. Но какая мелкая компания может иметь представительство? Покупаю страховые компании, одна у другой. На самом деле мы должны понимать, что это липа. Ну понятно, да. Естественно, так или иначе как-то рынок должен регулироваться. Будем надеяться, что он урегулируется, даже и в условиях кризиса урегулируется культурным образом, что действительно все автолюбители так или иначе получат выплату, если уж не дай бог попали в аварию. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня мы говорили о проблемах, которые связаны со страхованием, со страховыми пользователями, с выплатами, в связи с тем, что, ну, кризис на дворе, есть проблемы страховой компании. Да, действительно, последний, наверное, такой вывод. Внимательно-внимательно читайте документы, когда вы покупаете страховку, и узнавайте о состоянии страховой компании. На данный момент это особо актуально, насколько она, в общем-то, по сути, еще на плаву. Сегодня у нас в гостях был Сергей Дорофеев, генеральный директор Национальной ассоциации экспертных компаний на автотранспорте. Большое спасибо за то, что пришли на мой эфир. Удачи на дорогах. На сегодня это все. Всего доброго.